Врачи принимали пациентов в Джигинской средней школе номер 19. Терапевты, педиатры, психологи, эндокринологи, хирург, кардиолог, лоррач и окулист. 18 специалистов провели диагностику. Медицинский осмотр жителей села Джигинка начинали с антропометрии. Измерили рост, вес, артериальное давление. Пациенты сдали анализы на уровень глюкозы и холестерина в крови. И вес узнала, и рост узнала, и давление узнала. Сказали, в космос могу лететь. Все за руку ведутся, без очереди стараются нас провести с анночкой. Очередей в кабинеты специалистов практически не было, благодаря четко организованной работе. Большую помощь оказали волонтеры, студенты Анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа. Врачи Анапы удивили сельчан кардиовизором. Снимали кардиограмму и сразу же выводили на экран. Галина Шишкина сравнила новшество с традиционными аппаратами. Наверное так, не раздеваться еще не надо. Хорошие, я очень довольная. Все хорошо, девочки хорошие. Все приемы врачей, консультации, анализы бесплатные. На прием нужны только паспорт и медицинский полис. Каждый человек может выявить какую-то скрытую болезнь, если она у него есть. Вот живет человек, ничего не знает, тут раз проверился и нашел. И предотвратил дальнейшее развитие этой болезни. Впервые узнали об угрозах болезни 95 человек. Дни здоровья направлены на работу с пациентами, у которых нет времени посещать больницы. Такие мероприятия на селе зарекомендовали себя необходимой мерой профилактики заболеваний. Практика выездных приемов возобновилась по заданию главы города. Профилактика это самое главное, поэтому День здоровья в первую очередь направлен на профилактику, на раннее выявление заболеваний. Этот День здоровья в селе Джигинка приурочен к Международному дню семьи. На прием к врачам приходили семьями, дети тоже прошли обследование. Я узнала свой рост и вес. Раньше я весила 20 килограммов, а сейчас 30. Осмотры у врачей прошли 184 жителя села. В рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы» третий год акции проходит в сельских округах. Следующий День здоровья пройдет в Первомайском сельском округе. Продолжение следует...